итак видите еще важно знать что такое чувство собственного достоинства для отношений нет чувства собственного достоинства нет красоты ни мужчины ни женщины значит нет красоты нет любви человек не будет от тебя ничего не получать все но здесь очень важно понять вот допустим вы слушаете и говорит да Олег Геннадьевич а я не получаю от своего мужа у него нет со мной чувства собственного достоинства помоги видишь унижается близкий человек возвысивай возвышается строже себя вести приведи в норму в депрессию вошел вытаскивай суетиться возвращать назад в лес на лыжах пойдем хватит работать пойдем отдыхать ну то есть понимаете нужно помогать то же самое допустим вот наше вот смотрите при знакомстве классическая ошибка мужчины женщины сейчас расскажу почему люди даже не могут создать семью нормально даже если они вот понимают все классическая ошибка идет от незнания вот этих законов вот смотрите допустим давайте подумаем кого себе ищет женщина это пушкин и писал как там как деньги лондонский одет там наконец увидел свет но такой знаете крутой мужчина такой у него крутые манера очень нежный обходительный достойный такой на нее смотрит очень по-доброму ну как царь такой понимаете такой невозмутимый вот тем не менее ухаживает снизошел до меня понимаете женщина такого себе ищет как себя кто-то кто так себя ведет что за мужчина так себя ведет кто тот кто хочет секса ему вы не нужны он просто хочет вас влюбить себя и все теперь хорошо поехали дальше к модельку увидели да теперь как ведет себя мужчина который хочет семьи хороший мужчина он влюбился вы как бы вот так себя вели себя правильно да он влюбился мужчина влюбляется он что будет вот так себя вести нет его чувство собственно достоинства теряет себя человек любви теряет себя он становится слабее чем вот тот вот дэнди лондонский понимаете да он слабее но он настоящий он тот который даст тебе нормальную счастливую жизнь но ты смотришь на него и думаешь он не дотягивает до того зачем я буду с ним знакомиться знакомишься с кем с тем кто тебя бросит запомнили теперь дальше поехали как обманываются мужчины девушка допустим идет себя очень красиво независимая такая счастливая красивая царица и ты как бы перед этой царицей на задних лапках ну хорошо начала с тобой строить отношения что дальше а дальше ничего она смотрит ты до нее не дотягиваешь и как бы дарит тебе весь мир пинка под зад называть вот это полетел полетел и дальше вот это что тебя заставила предать мелодию любви чё заставила ты как бы никакой в отношениях с ней было ты это ее и заставил вот а чё ты на нее смотрел то если ты видишь она вот такая вся из себя она не пойдет за тебя замуж чё ты бегаешь за ней бесполезно а кто пойдет а пойдет вот девушка у которой есть две красоты у женщины одна красота имеет внешне очень сильная красота это красота означает не то что ты думаешь мужчины думают вот если она такая вот внешне очень красиво значит она будет хорошей женой матерью нет вот эта внешняя красота у женщины указывает на ее амбиции это то сколько веревок она из тебя будет видеть а не то сколько она перед тобой прыгать будет теперь где же та красота которая приносит счастье семье а это другой вид красоты этот вид красоты у женщины идет из сердца и он незаметен ко мне подходит одна девушка очень красивая в сердце могла бы быть супер женой олег иначе я не могу выйти замуж никто на меня даже не посмотрит я говорю для того чтобы посмотреть надо быть царицей рисоваться перед мужчиной показать что ты типа крутая они тебе не нужны он говорит я так не могу себя вести я говорю значит вас должен кто-то выдавать замуж он должен показать вас человеку кто-то чтобы он увидел вашу внутреннюю красоту потому что мужчины они тупые внутреннюю красоту женщины не видят видят только внешнюю и в этом попадают всегда не туда куда надо теперь расскажет олег геннадьевич а вот внешне и внутренне что красота сочетались возможно женщины возможно но не для тебя десять человек на место а мужчина легнать тоже возможно тоже не для тебя что же делать одна девушка мне горит олег геннадь когда я выйду замуж игру когда ты свое представление о том за кого ты выходишь до замуж снизишь до определенной планки а мужчина который должен быть рядом с тобой подтянется до определенной планки тогда вы пожените и на это нужна милость бога потому что женщины как они устроены они себе очень высокого мнения значит она смотрит на себя господи какая хорошенькая это какой мне человек положим да она так думает почему потому что у женщины все самое лучшее снаружи и как вы думаете кто больше всех это понимает она сама что у нее самое лучшее она лучше всех сама понимает запомните мужчин вот поэтому женщина всегда она как бы думает что ей положено что-то вот такое вот там ну получи чем вот эти вот ходят здесь получи точным вот понимаете так вот у нее психика устроена а мужчина он как бы то же самое вот мы допустим женой как бы делаем такое служение знакомим людей стараемся по крайней мере знакомых вот допустим есть девушки есть парни парню показывают самую лучшую совместимость если там 80 девушек находим самый лучший вот они ему подарят счастье больше всего он смотрит мне не нравится замечательно отлично он говорит давай из 60 по приколу кто тебе понравится выбирать там проект кто им понравится смотрим там вообще нет никакой совместимость это что это значит это значит что ему надо обломаться прежде чем жениться они должны ему каблучком таким тоненьким высоким дать легкого пинка под задку очень доброго и нежного чтобы он полетел очень мягко понимаете пару раз и он тогда начнет репу чесать что ему действительно нужно в жизни понимать женщина думает олег геннаджи а зачем мне замуж выходить за человека недоразвитого мне тогда к вам вопрос а зачем богу вам давать доразвитого не толку не для вас не для него вы с доразвитым расслабитесь потому что он доразвит и вам хорошо будет с ним жить а он как бы развиваться тоже не сможет потому что вы ему не поможете он больше развит чем вы поэтому наше время бог создает по-другому семьи он женщину берет более развитую духовно и мужчину менее развита и зачем она ему помогает и помогает сама развивается она его вытягивает потом он ее вытягивает начинает понимаете вот так бог создает семьи сейчас не так как вы хотите а так как ему надо поэтому вы примите пожалуйста правду жизни она немножко другая не такая как хочется а такая как есть итак видите мы говорим сегодня про любовь самая тяжелая вещь на земле это любовь вот смотрите мужчина жил один нормально женщина одна жила нормально а без любви жить невозможно хоть и нормально это значит что человеку нужна любовь включаются в отношения вспыхнула любовь эгоизм возрастает в десятки раз вот мужчине одному ничего не надо женщине одной ничего не надо вместе начинают жить ей от него от него надо становится очень много ему от нее а когда человеку что-то надо это значит что если тебе не додают то начинается истерика понимаете да чём я говорю это значит что раньше вообще все было нормально теперь они встретились и каждому из них из-за этой любви стало очень много надо а то это было нормально все понимаете человек он действительно ему надо он изнемогает у него как бы психика не выдерживает ему очень нужно это все он говорит я без тебя жила ждала своего ребенка много лет давай сейчас ребенка заводить он говорит давай сначала квартиру купим я не могу ждать я не могу ждать или наоборот ей не надо она боится ребенка ему надо он хочу сейчас ребенка я не могу сейчас я боюсь или еще какая-то другая причина и поэтому мои дорогие когда семья создается люди в это время должны очень серьезно работать над собой есть много разных направлений вот допустим надо понять что такое семейный эгоизм семейный эгоизм это когда люди они влюбились сначала влюбленность период идет они замечают что они погружаются друг в друга чем больше они погружаются тем больше потом будет страданий веды говорят надо не погружаться в друг друга в это время а энергию любви раздавать людям вот вы любите друг друга хорошо приглашайте друзей пускай кормите их радуйтесь приглашайте родителей отдавайте свои силы родителей и ходите к ним в гости ну тратьте свои силы не на друг друга а на людей вокруг и вам будет легко жить вот допустим поссорились приведу пример в семье раздор сильный пригласите друзей просто на праздник побудьте с ними послужите им покормите их позаботься пошутите с ними они уйдут вы помиритесь почему потому что они внесут в семью энергию которая разрушает вот это ожидание друг от друга вот этот семейный эгоизм становится легче понимаете поэтому в древней культуре советовалось людям приглашать друзей кормить птичек заботиться о нищих это смягчает сердце понимаете и вот эта твоя жажда которая ты ты хочешь испытывать от близкого человека она гаснет тебе становится легче жить и любовь сохраняется потому что именно эта жажда любви к себе она разрушает любовь чем больше ты хочешь чтобы тебя любили тем быстрее он от тебя свалит по другому сказать бывают такие женщины которые так сильно хотят чтобы их любили так сильно хотят что они никогда не встретят себе человек такое сильное желание чтобы их любили что это называется плохая семейная карма у женщин это значит что она встречает и тут же начинает выносить его мозги он не выдержит и уходит нет сил потому что сильное желание счастья от него или точно так же мужчина тоже что делать вот человек сильно так хочет любви нужно найти ее в отношении с Богом потому что в этом смысл или вы допустим погрузились сильно вот это вот стремление к чимейному счастью у вас синергизм у вас одинаковые цели все и вы начали упахиваться для его достижения что дальше происходит работа забирает у вас силы друг на друга вы силы тратите не по ней умиличивать сил тратите мужчина на женщину тратит на ее эмоции женщина на уход мужа на работе вы силы тратите друзьям некогда ходить потому что работы много на природу тем более зачем на нее ходить мы и не знаем что она дает здоровье вот человек в свободное время что делает он смотрит телевизор от телевизора он силы получает нет почему не получает а потому что там нет силы энергия идет от то что связано с Богом телевизор с Богом не связан природа связана вот я допустим вчера позавчера вдоль моря в Одессе пробежал я реально получил силы люди в Одессе в зале сидели говорят сегодня лекция необыкновенная как будто вот ты плывешь прям так хорошо ну то есть я набегался у меня много энергии моря и я людям отдаю мне хорошо понимаете им хорошо вот эту силу надо получать от природы чтобы радоваться жизни быть честнилым жизни радостным мы не знаем об этом ничего если ты дома весь израсходовался на жену смотришь она тоже такая женщина когда расходуется она становится очень эмоционально чувствительной не можно почему потому что нет сил мужчина когда нет сил становится таким замкнутым раздражительным чаще всего это значит ни природы не хватает взяли друг друга за ручки прошли по абрикосовой свернули на виноградную на тенистой улице ее поставили в тени вишневую грушевую зеленую прохладную как будто в детство давнее зовут меня они понимаете если человек не понимает этого семья развалится она разваливается просто от усталости нет понимания как правильно жить значит разруха потому что наслаждение означает служение любовь только в энергии служения может жить вот если мужчина реально хочет женщину сделать счастливой если он совершает вот эту аскезу ему кажется это унижением сначала он ведет себя да моя хорошая да я виноват прости там все правильно я хочу ласково нежно будь счастлива вот так себя ведет но он от этого сам не счастлив что он так себя ведет но она настолько становится благодарна со временем что из нее исходит вот то с чего он хочет она начинает его уважать она начинает слушать его слова она начинает его ценить она начинает хотеть ему приготовить с любовью потому что он такой хороший человек И начинается то, чего ты хотел. Но это уже добровольно исходит от нее. Ты хотел, чтобы она сама, но получилось так, что так не получилось. Ты сделаешь как надо, и от нее исходит то, что надо. Почему? Потому что так устроен этот мир. Мужчина хочет, чтобы женщина не диктовала ему условия своей жизни, чтобы она подчинилась. Женщина должна принять то, какой достаток мужчина может принести в дом, и его характер. Она должна принять его как человека. И тогда он будет ей дарить любовь. Он станет сильным, радостным. Прими его, каким есть. Это аскеза принять. Это не счастье, аскеза. Но через эту аскезу это цена, которую надо заплатить за любовь. Вот принять, если не можешь принять своего мужа, молись Богу, чтобы он дал тебе силы. Силы получила, прими его. Сама любовь по себе, она кажется одним, а на самом деле совсем другое. И вот это то, что кажется, у всех одинаково. А то, что совсем другое, тоже у всех одинаково. И это приносит глубокое настоящее счастье. Мы об этом даже и не знаем. Что кажется под любовью? Под любовью кажется, что тебе должно быть очень приятно, очень хорошо у человека. Он должен наслаждать твои чувства. Тебе как бы с ним комфортно и супер просто. Вот так. Это кажется. Теперь, что такое любовь на самом деле? Любовь — это когда ты, видя перед собой человека, видишь в нем чистоту, верность, уважение и глубину. Это дает вечное чувство глубокое защищенности, глубины, радости, чистоты, вечности. И вот эти чувства, вот это чувство чистоты, спокойствия, уважения, это чувство, оно не дешевое. Это и есть правильная повернутость энергии любви. Чистое, светлое чувство, понимаете, которое никогда не заканчивается. Оно вечно живет. Это и есть настоящая любовь, но люди ее не хотят. Они хотят щемящего чувства притяжения, наслаждения. И вот это вот, такого, знаете, вот этого. Вы поняли, о чем я говорю. Бог дает такое чувство в какой-то степени. Кому-то больше, кому-то меньше. Люди говорят, я тебя никогда не любил. Потому что они чувства этого хотят, вот этого любовь, как... Они не хотят любовь, как труд. Они хотят любовь, как награду. Понимаете, все люди на земле изначально этого хотят. Но в этом заключается загвоздка, понимаете. Когда человек, чем сильнее человек влюбляется, тем больше вообще, тем меньше шансов, что он вообще останется этим человеком. Больше того, с возрастом это увеличивается. Дистанция. Мне часто подходят люди после 40 и говорят, как мне вообще хотя бы выйти замуж. Я говорю, вы должны понять, как действует любовь в этом возрасте. Она становится уже абсолютно полярной. Если ты кого-то полюбила, я говорю, девушке, то это значит, что человек вообще на тебя не посмотрит. А если ты, на тебя смотрят, тебе этот человек не будет нравиться. Потому что, ну, как бы, жажда любви с возрастом возрастает в сердце человека от одиночества. Потому что чем моложе человек, тем больше и так хорошо, и так хорошо, ему одному хорошо. Не нужна пока семья. Он балгейт от жизни, понимаете. С возрастом хочется семью. И полярность возрастает. Чем больше полярности, меньше шансов познакомиться. Девушка подходит ко мне и говорит, Олег Геннадьевич, я хочу познакомиться с человеком. Я говорю, ты можешь создать семью. Она говорит, скажите, как? У меня большая проблема. Я говорю, если человек тебя полюбит, у него два качества, если будут, он правильно направлен в жизни, нет вредных привычек. Он тебя любит, но ты его нет. Она говорит, что значит, я его нет? Это вот и значит, что ты должна принять человека, который тебя любит, но у тебя к нему нет чувств глубоких. Главное, чтобы не было просто отвращения. Это признак несовместимости. Он хороший человек, ну, не противен. Хороший человек, ведет правильную жизнь, меня любит. Все. Это значит, Бог дал человеку. Но представить, надо замуж выходить за того, от кого ты не балдеешь, не наслаждаешься. Это же опасно. И это единственный выход. Теперь мужчина говорит, как? Да, потом ты полюбишь со временем. Полюбишь. Даже наслаждение придет от этого человека. В какой-то степени. Но настоящая любовь имеет другую природу. Я вам сейчас ее расскажу, что это такое. Сейчас мы дойдем до этого. Смотрите. Эта любовь настоящая, она гораздо сильнее. То есть в ней больше счастья гораздо. Но это другое чувство совсем. Но люди его-то не знают. Они хотят именно наслаждения. Любви как наслаждения. Не любви настоящей, а любви как наслаждения. Означает, что ты ничего не делаешь. Просто балдеешь от человека и все. Это иллюзия. Итак, мужчина. Девушка тебя полюбила. Не такая красивая, как ты хотел. Но у нее есть две особенности. Первая особенность. Ее характер ты можешь переварить. И вторая. Ее желание тебе по карману. Мужчины захихикали. Да, мой хороший. Хихикаем. Не хихикаем. Сейчас кое-что расскажу. Интересненько. Итак, ты ее берешь замуж. Она тебе без ума от счастья. Ты не очень. Ну, она тебе не противна. Дальше ты почувствуешь любовь от этого человека. Слушайте теперь меня внимательно. Мужчины и женщины. Самое трудное в мужчине. Это его направленность. Мужчине, чтобы себя направить к развитию, колоссальной силы нужно приложить. Но именно к духовному развитию. Все мужчины развиваются в сторону деятельности. Нормальные мужчины. Если мужчина даже в сторону деятельности не развивается, вообще на него не смотрите. Это вообще отстой. Он вам только страдания принесет. Мужчина развивается, работает над собой, и у него нет вредных привычек. Это идеальный человек для семейной жизни. Женщина, идеальный человек для твоей семейной жизни. Если, понимаете, что мужчина с собой не может поменять быстро, это свои вредные привычки. Что мужчине колоссальной силы надо затратить, чтобы изменить ход своей жизни. То есть ему направить себя на самосовершенство колоссально трудно. Не так, как женщине. Женщине начать самосовершенствоваться вот так. Женщине свои вредные привычки исправить вот так была бы необходимость. Вот так вот. Понимаете? Мужчине исправить свои вредные привычки очень трудно, потому что главная проблема мужчины — это перенапряжение. Он так снимает свои напряжения вредными привычками. А женщине самое сложное — это ее собственный характер. Потому что ее характер — это как вулкан, который никто не может остановить. Она сама не может. Она поэтому замуж хочет, чтобы как-то успокоить себя. Она рядом с мужчиной как-то так полегче становится. Вот. У нас женщина говорит, я говорю, вы как бы с мужем-то живете. Тяжело же с ним? Она говорит, да, тяжело. Я говорю, но все равно как-то поспокойнее, правда, чем одна. Она говорит, да, Лидия, поспокойнее. Я говорю, не важно, какой мужичок. Главное, чтобы рядом был. Она говорит, ну, правильно. Я просто описываю. Причина — это характер у женщины. Что такое характер? Что такое привычки? Привычки — это поступки. А характер — это то, что живет внутри. То есть у женщины внутри живет вулкан. То есть ее психика, она постоянно движется. То есть у нее психика очень подвижная. То туда ее понесло, то сюда. То есть она не может стабилизироваться. Она говорит, сегодня на одну работу хочу, завтра на другое. Олег Геннадь, что делать? Туда идти или туда? Замуж надо выходить. Собилизироваться надо, чтобы тебя не несло так сильно. Вот. Теперь желание у женщины. Вот мужчина, допустим, не понимает, что это такое, потому что у него сегодня было желание, завтра его уже нет. Вот жена, допустим, у меня лекции эти послушала. Я, допустим, жене говорю, давай вот это вот сделаем. Она говорит, давай. И просто ждет. Через месяц я забыл уже вообще. Через год только вспоминаю. Говорю, а что мы это не сделали? Вот сделаем со временем. Мужчина забывает. Вот он что-то хотел и забыл просто. Он заработался, ему уже не до этого. Понимаете? Но женщина не забывает. Если она чего-то захотела, ты хоть... Сколько тебе времени пройдет, она тебя будет долбать и долбать. Понимаете? Вот точно так же, как у мужчины вредные привычки, так и у женщины желание. Это не вредные, они хорошие. Допустим, и женщина не может без этого жить. Одна хочет, допустим, золотые украшения себе постоянно покупать. Ну тогда, естественно, у нее и эта внешность соответствует этому, понимаете, мужчину. А ты, как бы, посмотри на нее и пойми, что тебе не по карману. Я сейчас вам объясню это. Что это не прихоть, понимаете, это жизнь. Вот, допустим, у меня есть один знакомый. У него, он очень богатый человек. И у него очень красивая жена. Но я попытался ее полечить. Я лечил ее обычными камнями. Ее все перегружало. Потом мы поехали в Индию. Вот. И там мой знакомый, Эдин Андус, показал изумрудное украшение. Там пять рядов изумруда. Такое. Нормально, как бы, в длину. Изумруды чистые. Я не буду сравнивать его с ценой квартиры, как обычно это делал. В общем, у него были такие деньги. Он не понимал, зачем столько тратить на украшения. Она на себя его надела. А у нее постоянно болезненность была внутри. Она надела его. И говорит, ой, у меня все прошло. У меня хорошо стало. Он ко мне подходит, Олег Иванович, она не шутит. Я говорю, нет. Ей вот подошло. И подходит этот камень вот в таком количестве. Он такой, да что, вот это и есть, дорогая моя, да? Я говорю, вот это и есть. Он думал, думал, думал. В общем, купил ей это украшение. И потом она всю беременность его носила. Представляете, у нее все хорошо, со здоровьем. То есть, она ей постоянно помогала в жизни. Это, понимаете, так создана женщина. Или ее несет куда-нибудь, надо в отпуск съездить там. Или, допустим, ей надо еще что-то, понимаете? Вот, бывают женщины, которым ничего не надо, им надо тишину. Это у меня такая жена. Надо, чтобы никто не мешал. Я поехал лекции читать, и никто не мешает. Она отдохнула. Идеальная совместимость. Вот, каждой женщине что-то надо, понимаете? И если ты это тянешь по деньгам, бери. Не тянешь, не бери. Потому что у них желания не поменяются. Вы думаете, а можно ли Геннадьевич из золотой, на серебряный поменять? Я сомневаюсь. Теперь смотрите. Давайте картинку сделаем себе. Вот смотрите. Я просто модель вам рисую. Вот вы начали, допустим, служить своему мужу вот так, как надо. Он стал очень благодарным. Он нагрел от этого. Вы начали воспитывать. Это вторая сторона любви. В результате вы, служа ему, увидели в нем чистоту. Служа человеку, начинаешь видеть в нем чистоту. Он начал благодарным становиться. Увидел, какой хороший вы человек. Благодарность означает видеть, какой ты хороший человек. Появилась следующая стадия любви, которая называется уважение. Что это за стадия любви? Это значит, что вы как бы чувствуете хорошее друг в друге. Вот вы знаете хорошие черты друг в друге. И вам нравится это, жить с таким человеком. А недостатки вы как бы не воспринимаете так сильно. Это вторая стадия любви. А третья стадия любви называется искренность или верность. Когда ты видишь в человеке только самое главное. И он в тебе только самое главное видит. И такое ощущение, что мы не зря встретились. И не зря находимся вместе. И вот когда люди доходят до этой третьей стадии, у них чистое светлое чувство друг от друга появляется, которое не имеет нерушимую природу. Оно не заканчивается. Я несколько раз в жизни встречал такие отношения. Один раз ко мне один мужчина подошел, говорит, Олег Геннадьевич, у меня была хорошая жена, хорошие дети. Они очень возвышенные, молились постоянно. У нас были чистейшие отношения. Все, как вы описываете, на самой высокой стадии. И один за одним они ушли из жизни. Меня Господь их забрал. Я пришел спросить вас, Зачем и почему. Я ему объяснил, что он забрал у вас для того, чтобы вы развивались. Потому что вы уже в этой жизни сделали все, что надо. Вы уже достигли этого совершенства в отношениях. И дальше он начал развивать у вас любовь в разлуке в этих отношениях, чтобы вы глубже, чище воспринимали этих людей. Он говорит, а мы же разлучены. Я говорю, вот в том, что и дело все заключается в том, что вы в следующей жизни опять будете вместе. Они сейчас находятся в раю, все втроем и ждут вас. И его ответ был такой, Олег Геннадьевич, я так и знал, что они меня ждут и пошел. Понимаете, когда люди достигают такого уровня отношений, они даже судьба их не разлучает. В следующей жизни они опять вместе. Потому что кого у тебя найти такого человека? Ты достоин очень высоких чистых отношений. Кроме этого человека никто тебе не сможет их дать. Поэтому Бог и оставляет вместе этих людей. Есть еще один вариант, когда люди вместе становятся. Они так в мозги друг к другу выносят, что больше как бы некому дать. И как это видно? То есть человек смотрит на человека, думает, Господи, только не за этого замуж. Именно за этого. Потому что тебе надо мучиться в отношениях. Ты не достоин чистой святой любви. Ты достоин другого. И об этом мы с вами будем разговаривать завтра. Будем говорить о том, что в умные достаются в умным, а я досталась тебе. То есть мы будем изучать закон судьбы в отношении. Почему вот так вот происходит? Что мне вот этого? Я вам буду раскрывать тайны. Я могу видеть, чувствовать прошлый человек. Я вам буду раскрывать. А если у вас есть сомнения, вы не понимаете, почему, мне, за что. Я вам скажу, за что. Я могу даже год назвать, когда. Что? Ну вы же, у вас все хорошо, мой хороший. У вас все хорошо. Да? Все хорошо. Вам достался замечательный человек. Вы тоже замечательный. Просто выдержите. Вам не хватает Бога. Вам надо научиться любить Бога, и тогда все выровнится. Вы как баланс сделаете в отношениях, и все будет нормально. Вам надо сбалансировать отношения. Вы же хотели сильной любви, получили. Теперь надо с ней справиться. Я же вам говорил, любовь – это испытание, это не гран-награда. Вот вы получили испытание. И испытывайтесь. Зрейте, становитесь сильнее. Я рад вас всех видеть. У нас после лекции будут мандарины, цветы. Будут максимально делать вас счастливыми. Но когда вы задаете мне вопросы, имейте в виду, я буду очень строг, потому что я вижу вашу жизнь, чувствую, что вам сказать, знаю. Я хочу предупредить вас, что вы были готовы к моему ответу. Добрый вечер. Рад вас. Во-первых, я хочу высказать свою благодарность за ту работу, которую вы делаете на планете Земля. Спасибо вам большое. Я только половина планеты, честно. Не всю. Меня зовут Иван. Да. Очень рад встретить вас вживую. Приветствую вас в Республике Молдова. У меня будет к вам неординарный вопрос. Я знаю. Последние четыре года меня пытаются всеми методами приглашать и красиво, и некрасиво в большую политику в нашей стране. Я отказался много раз от того причину, потому что я свой путь в жизни выбрал давным-давно. Какой ваш путь? Ну, один из них — это приносить радость людям через свое писание. Я пишу стихи. Я первый автор из Молдова, кто написал книгу по персональному развитию из истории Молдова. А второе мое действие, которое я чувствую, я работаю над этим, чтобы реализовать. Я думаю, не думаю, а чувствую, что Бог наградил мне такими талантами, как музыка, писание стихи. Я тоже раньше собрал большие залы, семинары от 100 до 1000 людей. Работал с государственными учреждениями, частные компании и разные аудитории. За счет того, что я отказался быть и стать политиком, ну, притормозили все, и бизнес, и так далее. Моя жизнь пошла совсем другими путями. Я понимаю, что это для того, чтобы я развелся дальше. Нет, не для этого. Не для этого? Нет. Ну, хорошо. Что я хотел от вас услышать? А я не могу сказать то, чего от вас хотели меня услышать. Я могу сказать только то, что я знаю. Хорошо. Я очень благодарен. На самом деле ответы мне приходят через свои молитвы. Я знаю, что... Мне вам давать ответы или не надо? Я могу не давать. Для меня очень важно. Вот ваше мнение, как человек, который не первый день в своей жизни видит насквозь другого человека, который действительно нуждается в конкретном ответе на данном моменте. Спасибо большое. Несложно вам ответить. Я постараюсь это сделать. Есть в жизни те вещи, которые мы очень счастливы делать. Это, несомненно, является нашей миссией. Несомненно. Есть те вещи, которые очень сильно от нас нужны людям. Это, несомненно, вызывает огромную боль. И те вещи, которые нужны от нас людям, они также нужны и Богу. Но Бог всегда человеку дает не радость, Он дает ему крест. Ну, то есть и крест нести очень трудно. Если человек не хочет нести свой крест, тогда он теряет свою жизнь. Ну, то есть, не в том плане, что он умирает, а просто у него пропадают возможности. Ну, то есть, Бог наделяет человека полномочиями, когда человек готов делать то, что хочет Бог. Но, если ты хочешь делать то, что хочет Бог, то так же все скорректируется. То есть, я понимаю, о чем вы говорите. Вы не говорите, не я не хочу уйти в большую политику, а я не хочу иметь грязное отношение с грязными людьми. Вот чего вы не хотите. Вы не хотите грязи в своей жизни, вы хотите только чистоты. Но коррекция заключается в том, что есть и чистота. У меня есть один знакомый на Украине, когда он меня спросил, в чем более Бога по отношению ко мне. Я помолился и сказал ему, что Бог хочет, чтобы ты делал большие дела на высоком уровне. Но часто люди думают, что большие дела означают играть в те игры, которые играют все. Это часто бывает заблуждением. Понимаете? Вот, допустим, приведу пример. Я ему сказал, ты должен обучать нравственности детей в своей стране на высоком уровне и организовать этот процесс обучения на самом высоком уровне. И для этого ты должен войти в эту структуру. Тогда ты принесешь этой стране колоссальную пользу. Он пока не начал этого делать, потому что он не до конца понял, о чем я говорю. Но так или иначе, это является его служением Богу, и все равно рано или поздно или он это сделает, или потеряет бессмысленно просто свою жизнь. У вас примерно то же самое. То есть вы не хотите туда идти, потому что вам неприятны эти отношения. И вы должны понять, что не обязательно сильно погружаться в эти отношения. Власть может быть нужна по разным причинам. Например, можно, допустим, организовать нравственный бизнес в стране, который будет развивать страну гораздо лучше, чем обычный. Или организовать серьезное обучение лидеров в стране, допустим, для этого можно и быть у власти. Или, допустим, можно это сделать по каким-то другим очень важным делам. Не обязательно для того, чтобы там с ними делить земельные участки в Молдове или еще что-то. Понимаете? Есть другие причины, более важные, зачем нужна власть. И эти причины вы должны понять сами. На вас есть определенный заказ у Бога. Я знаю точно, что этот заказ связан с развитием людей в этой стране. Но вы не сможете их развивать без власти. Вы должны взять то, что от вас требуют, и сделать то, что вам надо. В этом заключается разумный подход жизни. А не отказываться от отношений с этими людьми. Теперь у меня к вам вопрос. Если Господь согласен со мной, в вашем сердце должно наступить какое-то внутреннее облегчение от моих слов. Если нет, значит наоборот. Что произошло с вашим сердцем? Во-первых, мне стало легче дышать. Спасибо большое. Я через свой жизненный путь давно понял, что кроме веры в Бога ничего другого сильнее нет на этой планете. Так сложилась моя жизнь, что Бог мне доказал много раз, что Он существует, и именно доказал это в те моменты, когда я забыл о Нем совсем. А теперь я вам скажу еще кое-что. В простой жизни вы имели большую власть и пользовались ей для того, чтобы давать людям то, что для них очень ценно. Это знание, порядочность, честность, справедливость и так далее. И вы достигли достаточно больших успехов в прошлой жизни. И вы не можете сейчас пойти другим путем. Вы не можете просто стихи писать, просто читать лекции. Это невозможно. Потому что в этом случае вы будете плыть не в той лодке, которую вы уже получили. Понимаете? То есть нужно взять свою лодку, своих объемов и плыть с ней дальше. Потому что вы уже это делали раньше. У вас нет выбора. И люди вам говорят, садись в свою лодку. Так вам надо в нее и садиться. Потому что они могут думать, что вы там нужны для их целей, а вы будете выполнять то, что нужно от вас Бога. Они сами не знают об этом. Для чего их Бог вдохновляет вас туда привести. А вы должны догадываться. Потому что он живет в вашем сердце. Спасибо. Спасибо вам, что пришли, пообщались со мной. Поднимайте ручки. Ну вот давайте, вот мы с вами уже начали разговаривать Продолжим, давай. Спасибо. Добрый вечер. Значит, что я бы хотела... Раскаялась насчет мужа тоже. Нет, нет. Я сожалею, что очень поздно получила такие уроки. Получаю. Я и дома вас слушаю по интернету. Поздно получила эти знания. Но... Поздно? Почему поздно? Ну, потому что нужно было их принимать... Вы вечная душа. Нужно было их применять раньше, а сейчас поздно. Вы никогда не умрете. Знание не разрушается в сердце со смертью тела. Но... Если вы получите знания сейчас, они с вами останутся в следующей жизни. Человек живет вечно. Поэтому знания получать никогда не поздно. Спасибо. Но я бы хотела вас спросить насчет моего сына. Значит, когда был маленький, он верил в Бога. Сейчас он не верит в Бога. Потому что так происходит в жизни. И я очень... На самом первом этапе человек помнит, что делал он в прошлом. Маленький, когда до пяти лет, он помнит, что он делал в прошлом. И поэтому он это и делает. Но потом судьба наваливается на него, и он забывает, что он делал в прошлом. Но если вы, допустим, молитесь за него, то приходит время, там, 25-30 лет. И он опять вспоминает. У меня так же было с моей дочкой. Она маленькая, она служила Богу. До пяти лет где-то. А потом она забыла об этом. Постепенно ушла в учебу, там, в свою жизнь. И пришло время. Она сейчас опять все вспомнила и начала опять служить Богу. В чём ваш вопрос? Он хочет поменять свою профессию. Как вы считаете, этот путь у него правильный или неправильный? Бог поможет ему, если он не верит в это? Он верит в себе. Он считает, что он Бог. И вы так считаете тоже? Я не считаю так. Я считаю, что без Бога, я поэтому переживаю, это сказывается на моё здоровье. Вы переживаете не потому, потому что вы верите в Сына, а не в Бога. Нет. Я в жизни тяжело... А если вы мне ещё два раза нет скажете, я с вами перестану общаться. Я в жизни знаю, что Бог мне очень много помог. Вы знаете об этом. И я чувствую это. Но верите в Сына. Вы знаете, что Бог вам помог. Но верите вы в Сына? Я не знаю. Я знаю об этом. Я знаю. И как быть? Как я могу Ему помочь? Вы должны помочь сначала себе. Перестаньте верить в Сына. Иначе Его жизнь для вас станет непереносимой. Вы сейчас живёте Его жизнью настолько, что не можете переносить Его жизнь. Причина, почему вы живёте её жизнью, потому что вы верите в Сына, а не в Бога. А надо верить в Богу. Когда вы в Бога поверите, вы дадите возможность Ему жить. И это и есть благословение. Вот если я, допустим, держу человека так сильно, что не даю ему двигаться, тогда он будет вырываться и бежать куда хочешь. Понимаете? Вот если я не даю человеку жить, он будет просто дёргаться и бежать без всякого направления. То есть у него не будет никакого разума в том, что он делает. Потому что его сильно держат. Вы держите Его свою любовь, не даёте ему жить. И он поэтому избегает вас. Он не может уже с вами общаться. Точно так же, как вы жёстко относились непреклонно к своему мужу, точно так же вы относитесь слепо к своему сыну. У вас нет разума в отношениях с мужчинами. Спасибо. Тё, спасибо. Буду поработать над этим, подумать. Да, хорошее. Смотрите. Ваш сын живёт своей жизнью. У него есть судьба. Мужчине для того, чтобы всё понять, нужно ошибаться. Он не как женщина устроен. Вот, допустим, если мальчик хочет чему-то научиться, он обязательно должен пойти не туда, куда надо, чтобы споткнуться, чтобы понять, что там не его жизнь. И пойти, куда надо. Вот мужчина взрослый сделал то же самое. Он пошёл, куда вот он посчитал нужным, споткнулся. Теперь пойдёт, куда надо. Понимаете? Так устроен мужчина. Но если бы у него была такая мама, как вы, она бы не дала ему жить. Потому что вы не хотите, чтобы он шёл не туда, куда надо. Потому что вы женщина. Не понимаете, как устроен мужчина. Никогда не поймёте. Женщина, когда держит своего сына рядом с собой, она превращает его просто в котлету. У меня в Одессе был случай, который, может, многим не понравился. Я общался с женщиной. Она мне задала вопрос. Олег Геннадьевич, у меня сын перестал работать. Он лежит на диване. Выпивает. Я говорю, не знаю, что делать. Она пожилая женщина, говорит, он живёт на мою зарплату. Я говорю, вы уверены, что только один сын у вас живёт на зарплату? Она говорит, нет, это уже второй. Они оба лежат на диване. И с этим я уже как бы смирилась. Теперь не знаю, что с этим делать. Я говорю, есть только одна причина, почему так произошло. Потому что вы верили в сыновей. Вы им отдали свою любовь, веру. Вы говорите, я Богу благодарна. А Богу неблагодарным надо быть. Надо в него верить. А не в сына своего. Потому что когда вы любовь, веру в сыну отдаете, вы таким образом сковываете его жизни. Вы не даёте ему жить, потому что он не может ошибаться. Потому что вы в него верите. Так же, как Бог не может ошибаться, когда в него верят, а он не ошибается. Точно так же вы не даёте ошибаться сыну. Потому что вы его любите, как веру. Понимаете? Я ей сказал, она мне сказала, скажите, что мне делать. Я говорю, вы уверены, что вы это сделаете, то, что я скажу? Она сказала, я сделаю. Я не знаю, сделает она или нет, до сих пор не уверен. Я ей сказал, если вы хотите помочь своим сыновьям, надо дать им пенка под зад, вышвырнуть их из своей квартиры, подарить им весь мир. Я ей сказал, что один из них придет в себя через 8 месяцев, а другой через полтора года. И у вас осталось всего полтора года на одного из них, если вы за полтора года его не вышвыркете из своей квартиры, вышвыривать будет нечего. Он просто полностью деградирует, как личность. Такова сила деструктивная материнской любви, которая влияет на сына. И вы что, мне предлагаете? То же самое сделаете? Он же учится? Нет, я вам то же самое не предлагаю. Я предлагаю вам оставить его в покое, пускай делает свои ошибки. Дайте ему возможность жить. Окей. Пускай станет мужчиной. Вот представьте, мужчина взял меч, пошел сражаться, и мама сзади стоит. Туда не надо, нельзя. Вот туда рубай, вот так. Вот все. Это не надо. Вот туда не лезь. Все, я поняла. Ничего вы не поняли. Поняла. Когда в Бога поверите, тогда поймете. Вы просто теоретически все поняли. Я вам не рассказал деталей. Потому что вы очень крутая женщина. Не сильно склонна меня слушать. Нет, я бы не сказала. Я слушаю и дома слушаю. Без этого. Без лекции пришла. Не слушайте, пока я с вами не начал разговаривать. Вы же меня про мужа не спросили. Ну, уже поздно, что спасить. Ничего не буду менять. Все уже, ничего не изменишь. Я бы хотела, чтобы сын брал правильный путь. И я думаю, что он не знает то, что... Вот он купил мне билеты, чтобы приходить сюда. Конечно, конечно. И я бы хотела, чтобы он был вместо меня, а не я. Ну, тогда вы про мужа послушаете. Что-что? Про мужа послушаете. Нет, спасибо. Я знаю все. А я все-таки скажу. Наша воля. Смотрите. Точно так же, как женщина насилием разрушает отношения с мужем, точно так же она насилием разрушает своего сына. Просто вид насилия разный. Один вид насилия — это непреклонность и желание, чтобы он делал так, как я хочу. Это проявляется в виде грубости по отношению к мужу. И та же самая непреклонность и желание, чтобы он делал, как я хочу, по отношению к сыну проявляется в виде мягкости и опустительства. Понимаете? То есть нужно научиться правильно строить отношения с мужским началом. Нужно помолиться в своем сердце, раскаяться с тем, что было с мужем, и тогда у вас внутренне откроется картинка, как вести себя с сыном. Потому что природа этой энергии одна и та же. У вас очень сильное желание совершать насилие над мужской природой. Вам надо научиться ей подчиняться. Вы даже меня с большим трудом слушаете сейчас, потому что я тоже мужчина. Научитесь этому в молитве, и у вас все будет хорошо. Ваш сын почувствует себя свободнее и будет более волевым. Он более сильным станет. Будет правильное решение понимать. Не в ярости желая вырваться из вашей опеки, а с разумом, с трезвым мышлением. Мужчину надо отпустить, чтобы он развивался. Нельзя его держать своей любовью. Поняла. Спасибо. Молодец. Супер. Отлично. Я вам уже дал мандарин? Мандарин вам дал уже? Я еще могу. Ну, поймает кто-то другой для вас? Может, поймаете? Вы же не... Вы должны верить. Оп! Нет, что? Сейчас ей дадут. Будьте счастливы. Мужчина, вот ваш вопрос. Молодец. Она на самом деле примером является для многих. Она... У нее сложная ситуация, и она вытерпела меня. Ей трудно было терпеть. Она вытерпела меня. Она услышала то, что я сказал. Добрый вечер. Меня зовут Григорий. У меня такая проблема. Я не был идеальным мужем. Все мы такие. Все мы такие. Мало уделял внимания. Очень мало жене. Ничего страшного. Много работал. Не расстраивайся. Я думал, что только деньги все решает. Если деньги дома есть, то все хорошо. Все это рассказывал. И вот так, после семи лет совместного брака жена уже начала с кем-то переписываться. Ну, она не выдержала. И сказала, что мы не понимаем друг друга, мы не можем дальше жить. И через неделю, как бы, после таких слов, я был на работе. Она оставила. Пришел домой. И только была записка, что я тебя люблю, но с тобой не могу быть. И я узнал, что они встречаются. Можно в этой ситуации как-то сделать, вернуть. У вас дети есть? Нет. Детей нет. Семь лет вы жили? А что вы ребенка не подарили за семь лет? Видите, первая ошибка. Первая ошибка. То, что вы зациклились на работе, это обычная мужская ошибка. Но то, что вы ребенка не подарили, это грубая ошибка. Понимаете? Потому что... У меня есть проблема. Потому что, запомните, когда нет детей в семье, семья может по этой причине развалиться. Потому что люди устают друг от друга. Нужен кто-то, кто является плодом любви. Понимаете? Если не зачинается ребенок, можно там эко сделать. Если это невозможно, можно взять на воспитание и так далее. Нельзя долго эту ситуацию без детей тянуть. Или люди миссию какую-то совершают совместную. Или у них ребенок. То есть, или они людям служат, вот всю жизнь людям отдают. Или у них ребенок. Одно из двух, иначе семья разваливается. Потому что люди не могут долго друг на друге быть зациклены. Нужен еще кто-то. Она не хотела пока детей. Ага. Есть причина, почему она не хотела. Потому что она не чувствовала, что вы дарите ей счастье. сначала хотела, потом не хотела. Где-то 4 года хотела, потом сказал, что надо что-то свое иметь. Шоп. Нет, она просто начала разочаровываться. Женщины очень хитрые, понимаете, они говорят одно, думают другое. Это нормально. И можно... Где-то 4 месяца уже прошло. Я когда их уже видел вместе, она после того дня больше со мной не общается. Ну, понятно, ей стыдно, неудобно. Стыдно. Да, ее родители говорят, что она в стрессе и плачет иногда, когда с ними говорят. Но со мной не общается. Я ей пишу по e-mail. Хотите вернуть ее? Очень. Есть возможность? Только после того, как она получит от этого фраера свой пинок. А пинок не планируется сейчас. Планируется чуть попозже. То есть, по ее судьбе этот пинок она получит от него месяцев так и через 5 с половиной. Вот. Но к этому времени может быть вы еще не будете готовы ее принять назад. Потому что для этого вы должны в молитве простить ей этот поступок раз. Окрепнуть в сердце о своем стать сильным и волгородным человеком. Научиться понимать, что нужно женщине в отношении. Пройти три стадии побед над судьбой. Первая стадия спокойствия в сердце или прощения. Вторая стадия отношений. То есть, вы должны начать дружить с ней, общаться по-доброму, как будто друзья. Она хочет сейчас с вами таких отношений, потому что она чувствует свою вину и хочет с вами построить дружеские отношения для того, чтобы перестать чувствовать эту вину. Это означает, что Бог вас не разъединил. Она думает о вас часто. Она хочет этих отношений, но она не видит в них смысла, потому что вы ничего не даете, как мужчина. То есть, вы не хотите ее сделать счастливой, потому что не знаете, как. Но вам надо это изучить, начать двигаться в этом направлении, пройти три стадии победно-судьбой в молитве в отношениях с Богом, за пять с половиной месяца почувствовать, начать с ней установить контакт добрый, начать с ней общаться, как будто ничего не происходит. И так постепенно, постепенно, когда ей пинка под зад идут, она сразу к вам не вернется после этого. Она еще подумает сильно. И потом родители, скорее всего, ее вернут к вам. Это очень важно для вас, поддерживая соотношение с родителями с ее. Очень важно. То есть, как будто ничего не произошло. Попытайтесь это сделать. Это для вас очень важно, потому что именно они вам вернут жену назад. Она сама не будет возвращаться. Она начала с психологом консультироваться и она сказала мне, что если даже были бы дети у нас, трое детей, мы бы все равно разъединились. Так и сказал психолог. И она там не сказала. ну как бы вы просто олог убрали, уберите окончание. Оставьте только начало. Я не знаю, где она живет. Мы оба в Лондоне и она где-то в другой я не знаю даже контакт. Не беспокойтесь, Бог, когда держит людей, все хорошо. Это вас не должно волновать, что псих сказал или еще какой-нибудь идиот. люди часто не знают воли Бога, поэтому говорят все, что угодно. У вас есть возможность ее вернуть, но не стопроцентно. Я вам даю 60% на то, что вы ее вернете. Это я вам говорю честно. Может быть, даже 65% и 40% или 35% на то, что не вернете. Все зависит от вас. Если вы будете унижены перед ней, если вы будете ее добиваться, искать, вы ее не вернете. Вам надо дружить с ее родителями, нужно молиться, чтобы сердце успокоилось, нужно установить с ней контакт, когда придет время, а не сейчас, потому что сейчас она не сможет с вами контактировать. Вы не в том состоянии находитесь. И так пройти все эти стадии победы над судьбой, которая пришла к вам только по одной причине, что в прошлой жизни, в возрасте 34-х лет, будучи женщиной, вы бросили своего мужа и за это отвечаете сейчас. Но любой ответ можно изменить. Вы не такой суровый поступок совершили, чтобы вас наказать безвозвратно. Бог вам дает возможность возврата через этого человека, потому что этот человек не настолько она плохая, чтобы не вернуться. Она просто разочаровалась за много лет, разочаровалась в ваших отношениях. Если у ней поменяется это чувство, оно может поменяться, если вы с ней будете общаться правильно, или с ее родителями хотя бы, этого тоже достаточно, то она попробует еще с вами пообщаться. И она увидит, что все нормально. Спасибо большое. Будете счастливы. о, у нас уже перебор, да, пошел? Мы же до 9, да? Все сели прямо. Остальное общение потом после лекции уже там в фойе. Подходите ко мне, окружайте, мучайте, пока я буду жив. Потом я пойду домой. Все сели прямо. Сейчас будем побеждать судьбу учиться. Запомните, победа над судьбой находится в звуке тех, кто молится. Этот звук объединяется в одно пространство. И если вы свой голос соедините с этим звуком, то ваша психика почувствует опору. Это признак того, что вы на правильном пути. Вот вы повторяете, я желаю всем счастья чувствовать, что вам крепко как-то внутренне стало. Это значит, что ваше слушание общего звука вот этого молитвы достаточно сильно, чтобы соединиться с Богом. То есть Бог живет в этом общем звуке. Вторая стадия это постепенно крепость сердца уходит, крепость уходит в сердце и от сердца вы начинаете повторять, я желаю всем счастья. Вы сами не пытайтесь это вымучивать, это приходит со временем. Надо просто сильно слушать тех, кто молится и повторять так, как они. На третьей стадии у вас сердце раскрывается и из него начинает поток мыслей о себе или о своих близких идти, которые разрушают молитву. Вы должны начать думать о Боге или о тех, кто молится, кланяется всем людям, всем желать счастья и забыть про свои мысли в это время. И тогда их сила начнет слабеть. Это значит, что вы их побеждаете. Как только вы сильно включитесь в служение другим, забудьте про себя в этот момент, Бог будет очищать ваше сердце от страданий. И